В эти дни во всех структурных подразделениях МВД региона началось подведение итогов служебной деятельности за первое полугодие 2020 года. Прежде всего рассматриваются вопросы раскрытия и расследования преступлений, профилактика правонарушений, а также взаимодействия с другими правоохранительными структурами республики. Министр внутренних дел по республике Адыгея, генерал-майор полиции Владимир Алай лично принимал участие в подведении результатов деятельности некоторых служб ведомства. Итогом всех этих мероприятий станет заседание расширенной коллегии МВД, которое пройдет в ближайшее время в городе Майкопе. Подведение итогов служебной деятельности прошло и в управлении ГИБДД МВД по республике Адыгея. В мероприятии приняли участие глава ведомства Владимир Алай, руководители и сотрудники госавтоинспекции. Министр отметил, что на протяжении нескольких месяцев весь гарнизон республиканской полиции, в том числе и ГИБДД, работал в новом формате. Отработали очень хорошо, я могу сказать даже слово очень-очень, прибавить еще. Никаких вопросов, никаких претензий к сотрудникам ГИБДД, как и к другим сотрудникам, которые работают в территориальных органах, у меня не было. Ни у меня, ни у руководства администрации, ни у руководства Министерства внутренних дел. По словам генерала, благодаря профессионализму и ответственности, личному составу ГИБДД удалось в полном объеме выполнить все поставленные задачи. Также с докладом выступил начальник республиканской госавтоинспекции, полковник полиции Александр Курпас. Необходимо усилить работу по установлению лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Особое внимание уделить профилактике к лицам, лишенным права управления, недопущению повторного управления транспортными средствами. В ходе совещания по отдельным направлениям деятельности с докладами выступили заместители руководителя управления ГИБДД, а также начальники территориальных подразделений на районном уровне. Добавим, что одним из результатов работы в рамках операции МАК-2020 стало изъятие крупной партии наркотиков в домовладение одного из жителей республиканского центра. Получив информацию о том, что 36-летний ранее судимый местный житель может быть причастен к незаконным операциям, и в целях проверки этих сведений было решено провести обыск по месту жительства майкопчанина. В ходе обыска домовладения, расположенного в станице Ханской, сотрудниками ОНК были обнаружены изъяты порядка 80 кустов, которые имели следы полива, имели следы обработки, а также была изъята растительная масса, которая по заключению эксперта являлась наркотическим средством части растения конопля. Вес составил порядка полукилограмма в высушенном виде. В отношении фигуранта сейчас возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 231 УК России. В июле в республике проводится третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2020. Ее задача – активизация работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как и ранее, особый упор делается на борьбу со сбытчиками запрещенных веществ. Ведется работа и по изобличению лиц, занимающихся незаконным возделыванием и культивированием наркосодержащих растений. Содействие в проведении рейдов полицейским оказывают сотрудники ФСБ и Росгвардии, а также другие ведомства. Если вам стало известно о фактах незаконного хранения, перевозке и употреблении избыта наркотических средств, Просим незамедлительно сообщить об этом по телефону доверия МВД 59-64-88. 12 июля ночью на пересечении улиц Хакурати и Прямой в Майкопе произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоставил преимущества в движении 10-летней девочки, пересекавшей проезжую часть по пешеходному переходу, и в результате совершил на нее наезд. В рамках проведения административного расследования госавтоинспекторы и сотрудники уголовного розыска полиции Майкопа установили, что виновником происшествия является 30-летний житель Красногвардейского района. Испугавшись ответственности за содеянное, он, находясь возле машины, сообщил полицейским, что на момент аварии являлся пассажиром, а водитель после наезда на девочку скрылся. Сотрудники ОВД провели ряд мероприятий, а полученные доказательства позволили изобличить лже-свидетеля в причастности к событиям того вечера. Мужчина сознался, что лично управлял автомобилем на момент ДТП. В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях по статьям 12.18, 12.27, часть 2, 12.37, часть 2 КОАП России. В настоящее время назначено проведение экспертизы. По ее результатам будет установлена степень тяжести, причиненного вреда здоровью ребенка. В соответствии с указом президента России водительские удостоверения и паспорта граждан, срок действия которых истек до 15 июля этого года, сохраняют свою действительность до их замены. Так, приказом МВД России определено, что замена выдача паспорта или водительского удостоверения граждан, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня они считаются действительными без каких-либо ограничений. Подать заявление на выдачу паспорта гражданина России можно непосредственно в подразделении по вопросам миграции, многофункциональный центр предоставления государственных услуг, а также в приоритетном порядке через портал госуслуги.ру. Предварительная запись на получение госуслуги по замене водительского удостоверения осуществляется также на едином портале. С учетом изложенного полиция Адыгеи призывает граждан отнестись к замене документов спокойно, времени для этого вполне достаточно. Дознанием отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171 прим. 1 УК России. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Поводом послужили результаты совместных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и ФСБ по документированию противоправной деятельности 53-летнего жителя Тахтамукайского района. В конце июня текущего года в домовладении подозреваемого правоохранителя обнаружили 1200 бутылок объемом по 0,5 литра немаркированной алкогольной продукции, не соответствующей наименованию и требованиям ГОСТ. Мужчина хранил спиртное для дальнейшего сбыта. Общая стоимость изъятой партии составляет более 230 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. Обеспечение сохранности дорог в летний период при осуществлении перевозок тяжеловесным и крупногабаритным транспортом, состояние аварийности на дорогах региона, организация проведения аварийно-спасательных работ при ДТП. Эти вопросы стали главными темами заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. От МВД по республике Адыгея в мероприятии приняли участие министр-генерал-майор полиции Владимир Алай и начальник управления ГИБДД полковник полиции Александр Курпас. Как отметил в своем докладе главный госавтоинспектор Адыгея, за 6 месяцев 2020 года произошло 196 ДТП, в которых 35 человек погибли и 229 получили ранения. В сравнении с первым полугодием 2019 года общее число аварий снизилось почти на 12%. Погибших на 20,5%, раненых на 14,8%. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения ГИБДД задержаны 696 водителей. Кроме этого, сотрудниками полиции выявлено 104 аналогичных факта, допущенные гражданами повторно.